Микс Ньюс Еще раз представлю нашу гостью, руководитель отдела услуг Центра Марта, Ирина Мазурюка. Доброе утро, Ирина. Доброе утро, радиослушатели. Да, чуть-чуть все-таки подальше от микрофона, чуть-чуть. На таком расстоянии. Так, Центр Марта, я вообще, ну, наверное, надо в двух словах напомнить людям об этом Центре, потому что... Историю его. Ну, может быть, да, всю историю. Вот насчет, кстати, истории, я просто обнаружил, что в мае этого года, если я ничего, конечно, не путаю, и все правильно посмотрел, Центру исполнится 20 лет уже. Да, все правильно. В 2000 году он открылся в мае. Ну, скажем так, официально он был зарегистрирован в... В четвертом году. Ну, как бы в следующем году было бы 20 лет, но именно зародился, и мы как день рождения празднуем. Это май. А как он появился? Это очень небольшая дата. Как он появился? Что послужило причиной появления этого Центра? Причиной появления послужили проблемы, которые были в обществе на тот момент, и Центр начал свою работу как консультативный центр для женщин, о том, как они могут начать свой бизнес, о том, с какими проблемами они сталкиваются. И соединились две организации, это женский центр в Латвии и организация финская Марта, она называлась, она тоже на помощь женщинам была направлена. То есть, получается, с их поддержкой здесь, в Латвии, началось такое движение. Позже мы начали заниматься вопросами насилия в семье. Это оказалась очень актуальная проблема в Латвии. На данный момент у нас уже несколько стабильных направлений. Это вот услуги, за которые отвечаю я. Это политическая деятельность, где мы следим за законами и пытаемся какие-то изменения вносить, которые послужили бы на благо. Также мы работаем с молодежью и с мужчинами, чтобы мужчины тоже стали частью такого феминистического движения и поддерживали женщин. Становится? Не так активно, как нам бы хотелось, но мы на пути. А в чём заключается присоединение мужчин к феминистическому движению? Как это проявляется? Да, у нас есть… Нужно ли менять пол вообще? Что? Нет. Идея гендерного равенства как такового в том, что ничьи права не ущемляются и что оба пола поддерживают друг друга. И у нас, можете в Фейсбуке найти, есть форум с ЦЛС. Это именно как объединение мужчин. У нас есть послы белой ленточки, так, мне кажется, они называются, которые публичные люди и публично говорят о том, что насилие – это ненормально, что конфликты в семье – это тоже ненормально, если их решать нечеловеческими способами. А как всё-таки разграничить вот эту тонкую грань, потому что есть же даже поговорка «милые бронятся, только тешатся». Есть огромное количество примеров, жалуются люди, когда они пытались вмешаться в отношения супругов, и в результате становятся врагами обоих, то есть потом супруги мирятся и против тебя же и дружат. А ты разводишь руками и говоришь, я же как раз наоборот хотел помириться. Есть супруги, которые прямо говорят, что побить посуду для них – это, например, просто выплеск каких-то эмоций, после этого наоборот наступает разрядка, и они страстно ещё больше любят друг друга. Да. Вопрос на самом деле непростой, и мы с ним тоже ежедневно сталкиваемся на наших консультациях. Главное, на что здесь нужно смотреть, это на последствия, как чувствует себя каждая из сторон. Если одна из сторон боится вообще выразить своё мнение, боится приходить домой, если её, она, например, ну я говорю «она», потому что чаще в семье страдает именно женщина, если каждый её шаг контролируется. Ну, в принципе, если ей становится тяжело жить в семье, если её не устраивают больше эти отношения, то тогда мы можем уже говорить о насилии в семье. Есть определённые параметры, которые мы оцениваем в этом вопросе. Что касается того, что после драки потом более страстные отношения, это тоже одна из особенностей насилия в семье, мы называем это «медовый месяц», когда после драки агрессор просит прощения, приносит подарки, очень часто предложения делает, и это держит женщину, пострадавшую в отношениях, потому что кажется, что это был просто какой-то эпизод, и это не будет повторяться, и верят, и продолжают. Психологическая такая история, да? Да, ну как зависимость психологическая. У меня ещё один очень важный, мне кажется, такой момент – разница в менталитетах. Вот существует ли проблема, когда, может быть, из-за вот этой какой-то разницы… Латвия – многонациональная страна, здесь живёт много людей разной культуры, и мы знаем примеры такого рода браков, как были Линда Мурниц и Абу Хасан Мерину, то есть на самом известном уровне. И в этом отношении, вот если, скажем, одна сторона считает, что вот в её культуре это абсолютно нормально, ну то есть, ну, словно говоря, восточная культура, где женщина на втором плане, а мужчина главный, вот и это может касаться союза латышей русского и так далее. Вот эта проблема, она может всплыть? У насилия нет национальности, так же, как и нет образования какого-то конкретного, это зависит от особенностей человека. Что касается разных культурных различий, мы живём в Латвии по латвийским законам, и законы достаточно чётко регламентируют, что является насилием, какой степени тяжести и какое за это положено наказание. Так что какая бы ни была культура, если человек приехал сюда, то надо соблюдать местные законы и жить по ним. Ну, прежде чем мы ещё конкретным историям и темам перейдём, ещё о вашем центре в двух словах всё-таки. 20 лет всё-таки достаточно большая дата, мне лично казалось, что центру меньше лет, честно говоря. За это время вот вы сказали, что он появился на фоне проблем. Изменились ли эти проблемы? Насколько ваш центр расширился и изменился? Кто к нему присоединился? Вообще какие тенденции в этом плане наблюдаются? Если мы в общем смотрим на ситуацию женщины в Латвии, на законодательство в сфере насилия, то очень много важных шагов было сделано. Потому что когда в 2000-м центр начинал свою работу, то не было программ поддержки жертв торговли людьми. Государство никак не финансировало реабилитацию жертв насилия. За это время мы добились того, что есть на государственном теперь уровне поддержка жертв торговли людьми, которая позволяет получать юридическую и психологическую помощь, чтобы больше не попасть в такую же ситуацию. Также один из таких, наверное, на мой взгляд, очень важных законов – это защитный ордер, когда агрессору судом или полицией запрещено приближаться к пострадавшей. Восемь дней, да, по-моему? Зависит от того, кто принимает решение. Полиция уполномочена на восемь дней, суд на тридцать, и вплоть до того, пока не решат все остальные судебные. Но суд-то происходит, не сразу суд? То есть полиция может это сразу сделать, я так понимаю, после какого-то инцидента? Полиция, когда приезжает на место, видит ситуацию, видит риски, может принять этот охранный ордер. Суд, и это тоже была очень большая победа, что обычно суды у нас месяца через три происходят. В этом случае суд обязан принять через сутки решение, рассмотреть его вне очереди. Можно продлить на 20 суток, если необходимо какие-то доказательства собирать. Но, в общем-то, Марта тоже вложила свои силы в то, чтобы у нас эти законы были, потому что надо было объяснить, почему это надо. А вот этот ордер касается ли, например, давление через звонки, смс, социальные сети? Эмоциональное. Да, такое эмоциональное. В том числе, да. Конечно, суд индивидуально смотрит ситуацию, то есть есть ли там угрозы, как это влияет на пострадавшую, на ежедневную жизнь, но да. Плюс, не помню, с прошлого или уже два года, есть защита от преследования, то есть в том числе вот такие же звонки теперь преследуются по закону. Раньше это считалось нормой, личными отношениями и так далее. Но на самом деле жизнь жертве это отравляет очень серьезно. То есть вот, скажем, если может же угрожать не жизни, а, например, я отберу детей, я тебе не дам ни копейки, выброшу тебя на улицу, ты будешь вообще еще на коленях просить, чтобы я тебя... То есть вот такого рода это тоже считается... Да, это тоже угрозы, это эмоциональное насилие, и это очень хороший способ манипуляции, потому что обычно женщина проще всего за ребенка каким-то образом задеться. Но при этом, конечно, человеку, женщине в данном случае, надо быть очень сознательной, чтобы обратиться в полицию тоже, да, я так понимаю. И если, например, вот эта эмоциональная история происходит с СМС или чем-то таким, то надо повторно как-то об этом сигнализировать. Это все тоже требует определенной воли. По статистике что-то около 20% только обращаются в полицию. И то есть должна уже ситуация зайти настолько сложно, далеко до физической какой-то расправы, чтобы обратились и действительно поняли, что... То есть из-за эмоционального вот этого проблемы едва ли, да, наверное, обращаются? Из-за эмоционального иногда бывают разводы очень тяжелые, но, в принципе, именно как жертва насилия люди еще эмоциональное насилие очень слабо распознают. У нас есть звонок, наденьте наушники, пожалуйста, рядом с вами. Доброе утро. Доброе пока что. Да. Вы знаете, я хотел бы, если можно, историю с моей далекой-далекой жизни. Вот, женщина, значит, я пришел к приятелю в милицию, он один там сидит дежурный, вот, и я сижу с ним язык чешу, и вдруг бегает женщина и говорит, там муж жену убивает, убивает, убивает. А тот сидит и говорит, Юр, я же не могу там закрыть, там все такое, иди, посмотри. Ну, просто. Я пошел, посмотрел. Самостройщик такой, ну, типа Шанхай такой там, да, на потолке кровь. Женщина беременная на девятом месяце. Ей потом шесть швов на лицо наложили, скорая помощь там увезли, там шесть швов. Вот, а вот через четыре дня этот четырежды судимый заявил, что я его избил. Вы можете себе представить? И меня чуть-чуть, и судья пожалел, не посадили меня. Не посадили. Полвека прошло. Я встретился с этой женщиной, говорю, что что? А, нет, я ей, судья прямо, говорит, ты что сделаешь-то? Я же его не бил, не трогал. Она говорит, а кто моих детей будет воспитывать, ты что ли? А они, это тоже третий или четвертый ребенок. Вот такая штука. Через полвека мы сейчас встретились, ну, город небольшой тут. Вот, и она мне говорит, ну, дура я была, ты меня прости. Вот так вот вмешаться в семейный конфликт хорошо меня пронесло. Ну, честное слово. И женщина такая оказалась, ну, извините, подлая, да, вот. Ее практически спас ее. Спасибо, спасибо за вашу историю, да. Спасибо, да, вот, ну, может быть, вы можете прокомментировать. Показательная история. Да, во-первых, я хочу сказать спасибо, что вы не остались равнодушным, потому что это на самом деле редкость, и тем более, если мы говорим, что это много-много лет назад тогда, тем более никто не хотел вмешиваться ни в какие личные дела. Что касается, здесь я, может быть, прокомментирую по поводу женщины. Мужчина сказал, что подлая, но на самом деле очень сложно выйти из таких отношений, потому что очень часто он агрессор, он же муж и партнер, это один из самых близких людей в ее жизни. Плюс никогда отношения не начинаются сразу с насилия, как правило, всегда период розовых очков, ухаживания и так далее. И женщина начинает думать, что вдруг изменилось, что не так. Агрессор ей параллельно говорит, что ты сама спровоцировала. Часто винит себя, плюс, опять-таки, кто детей будет кормить, прозвучала такая фраза. Это уже экономическая составляющая. Если это маленький городок, то женщины очень часто от мужчин зависят в финансовом плане. Ну, перейдем, наверное, вот, если говорить о насилии и отношениях, самая такая громкая публичная история последних месяцев – это история Кристины Миссона, которая, ну, завершилась, наверное, хэппи-эндом, это не назовешь, но в большей степени хэппи-эндом, нежели какой-то драмой. Когда, наверное, все перипетии этой истории сейчас нам не хватит эфирного времени напоминать, но большинство знает об этом. Кристина Миссона жила в ЮАР с мужчиной, у них были дети, у них был общий ребенок, и дети от первого брака у мужчины были. И затем случилось так, что эта женщина сбежала, по сути, от этого мужчины, забрала с собой ребенка, все это объяснив насилием, по сути, да, с насилием, абьюзом, и женщину в ЮАР, собственно, объявили в похищении ребенка, потому что она просто его забрала, ее, в общем, задержали в Дании, она была в розыске, вот хотели выдать ЮАР, в итоге буквально вчера она вот, или позавчера, вернулась вчера в Латвию, да, где ее теперь будут судить, вот все-таки Латвия нашла такую лазейку, что ее будут судить у нас. Как вы всю эту историю вообще видите, потому что в ней тоже сколько сторон, столько и мнений. Ну, во-первых, Центр Марта, мы на стороне жертвы, ну, как бы приоритетно всегда, потому что их настолько много, кто не верит, считает, что они врут и так далее, что мы поддержим человека в любом случае, с какой бы историей он к нам не пришел. Что касается Кристины Миссана, я тоже подготовилась немного к эфиру, поискала информацию, у нее даже был охранный ордер, то есть это от своего мужа, то есть даже судом это насилие уже было подтверждено, плюс все те угрозы. Судом ЮАР? Да. Там тоже действует этот ордер, получается? Я так поняла, что да. Ну, в журнале Эва, по крайней мере, была такая информация, так что у меня нет повода не верить. И ситуация таких межнациональных семейных отношений и насилия, она достаточно часто встречается. Вот Кристины случай, первый такой, который попал очень громко в СМИ, на самом деле, так называемая дележка детей с заграничными мужьями, это очень сложный процесс, потому что судом рассматривается, какое основное место жительства ребенка, что у отца есть права на встречу, то есть в данном случае Кристина не согласовала и увезла ребенка. Она нарушила действительно. Она нарушила, но вопрос, ради чего. И я думаю, что очень многие слушательницы тоже, не задумываясь, поступили бы точно так же, как Кристина. И сама Кристина говорила, что она не отрицает того, что она сделала, она готова за это ответить, но если бы это произошло еще раз, то она поступила бы точно так же. Также, как я уже сказала, что эти случаи очень частые, и во всех странах разное отношение к насилию, разные законы. В некоторых это берется во внимание, в некоторых это не берется во внимание. В Латвии, в частности, есть проблема, что, несмотря на насилие в семье, после развода никак не ограничиваются отношения, общения с агрессором, нет никаких обязательных программ, которые он должен пройти. И очень часто агрессоры используют ребенка как способ лишний раз напомнить о себе и как-то навредить жертву. А каким образом можно, например, избежать встречи с агрессором, организовать эти встречи отца с ребенком, чтобы это не травмировало? Достаточно популярное решение суда в таких случаях – это встреча через третье лицо. Третьим лицом может быть кто угодно, кто-то из родственников, то есть кто именно осуществит вот эту передачу ребенка, и кто будет присутствовать при встрече. Мы считаем, что государство должно предлагать какого-то государственного нейтрального человека, кто будет осуществлять эту услугу третьего лица сопровождающего, потому как очень часто вся семья тоже втянута в конфликт, семья пострадавших, либо женская часть просто не хочет видеть агрессора, мужская часть говорит, я ему добью морду, если я с ним встречусь. И поэтому очень часто соглашается сторона агрессора. И естественно, они не нейтральны, естественно, они точно так же плохо обращаются с жертвой, и не хватает государственного какого-то нейтрального человека, кто осуществлял бы такие услуги. То есть это лучше было бы в какой-то абсолютно нейтральный от государства, условно говоря, социальный работник, который бы приходил в семью, забирал ребенка и приводил его назад. Медиатор такой. Глава отдела услуг Центра Марта Ирина Мазурикова у нас в гостях, такой предвосьмимартовский, можно сказать, эфир у нас, получается, говорим о женщинах, в том числе о проблемах. Звоните нам и пишите в WhatsApp, кстати, 2306191. Вот если говорить о деле Кристины Миссана, то очень многие, в принципе, осудили или критически прокомментировали действия государства в этой ситуации, потому что они якобы, ну, в итоге все вот как бы сложилось более-менее удачно, но очень долго тянули, очень долго вроде как игнорировали. Даже, если я правильно понимаю, Дания год назад предлагала выдать, но нужно было там действительно как-то найти лазейки в законе, потому что так просто нельзя было это все сделать. Вот как вам кажется, это тоже такой случай показательный в этом смысле в отношении нашего государства? Оговорюсь о том, что я лично с делом Кристины не работала, поэтому знаю, ну, то, что я знаю, я знаю из СМИ. И как я поняла, что наши государственные органы действовали по букве закона, несмотря на ситуацию в общем, не оценивая о том, какие риски грозят Кристины, если ее отправят, выдадут ЮАР. Потом, благодаря тому, что подняли общество, и семья Кристины очень активно тоже общалась с медиа, эта ситуация все-таки всплыла, и, скажем так, наши госорганы зашевелились. С чем мы сталкиваемся в своей ежедневной работе со случаями насилия, что очень любят чиновники бумаги и не очень любят отступать от бюрократии, которая все замедляет. Сложно бывает договориться. Разные организации друг на друга пальцем показывают, чья это обязанность решить какой-то определенный вопрос, а по сути надо просто всем встретиться вместе, обсудить и распределить обязанности. Но ведь это дело, понятно, оно как такой самый яркий случай, но если рассматривать его в контексте того, что очень многие жители Латвии уезжают за границу работать, в том числе, может быть, и одинокие женщины, или, может быть, женщина рассталась со своим мужем, и она вступает в новые отношения. И понятно, что это, в принципе, вершина айсберга, и очень много таких ситуаций, которые могут обернуться новым делом. Вот какая здесь, если какая-то надежда, что государство выработает какую-то стратегию поведения, и как вести себя? Понятно, что, может быть, в Англии считают, что там лучшие условия для проживания ребенка экономически, чем в Латвии. Есть страны, скажем, Востока, где совершенно другие. То есть очень разные законы, очень разные страны, очень разные условия. Насколько я знаю, судами не столько берется во внимание конкретно страна, где будет проживать ребенок, сколько то, какие у него отношения с отцом и с матерью. В том числе и в Латвии у нас такая процедура, что к психологу приходит отец с ребенком, мать с ребенком вместе. Потом они заполняют психологические тесты, которые показывают, насколько близко ребенок, и к кому из родителей он ближе. Также оцениваются жилищные условия одной и второй стороны. Соответственно, в случае заграничных и пограничных случаев получается, что Латвия оценивает ситуацию. Допустим, если мы берем Латвию и Англию, Латвия оценит ситуацию, как у нас здесь будет ребенку жить. Другая сторона оценивает там, и потом уже суд выносит решение о том, какое будет основное место жительства ребенка и каким образом ребенок будет встречаться со второй стороной. А вот деликатный вопрос. Все равно женщина возвращается, ну скажем, у нее тяжелые отношения где-то вот, где она жила за рубежом. Она возвращается в Латвию, потому что она боится, что ей одно и с ребенком будет тяжело устроиться. Будет ли считаться это похищением ребенка? То есть вот если она увозит ребенка из страны, поскольку я понимаю, что в каждой стране очень нервно относятся к тому, когда ребенок, рожденный на территории этой страны, покидает ее и увозится за ее пределы. Ну, в Европе у нас сейчас открыты границы. В связи с Brexit я читала, что нужно все-таки ввести с собой бумагу о том, что вторая сторона согласна на вывоз ребенка. Во всей остальной Европе границы открыты. И считается, что до трех месяцев можно с ребенком находиться за границей. Если после трех месяцев, то это уже могут подать на тебя, что ты украла. Кстати, да, в связи с Brexit мы с учетом того, сколько вообще у нас семей латвийских проживает в Англии, может ожидаться какая-то волна определенная, да, связанная с этой страной. Да, и я разговаривала тоже с некоторыми партнерами в Британии, и они подозревают, что очень сейчас распространится всякое нелегальное трудоустройство и, возможно, увеличится количество жертв торговли людьми. Она уже, в принципе, эта проблема, она… Она есть, да. И в связи с Brexit, что кто-то будет хотеть там остаться на постоянное место жительства, и что это может очень негативно повлиять. Ну да, торговля людьми, я вот тоже хотел, в принципе, об этом поговорить. У нас после, в принципе, волны этой эмиграции, когда люди стали массовые, до сих пор, в принципе, продолжается уезжать, в том числе в Великобританию, в первую очередь, наверное. И речь идет, я так понимаю, не только о торговле людьми, но и о сексуальном рабстве в том числе, потому что тоже очень много историй. Вот недавно была, я не знаю, видели ли вы, на одном из латвийских телеканалов был сюжет о девушке, 23-летней Айве. Она рассказала такую очень, ну, такую кинематографическую, можно сказать, историю, как она сначала работала проституткой в Германии, просто от безысходности, затем ее как-то там подруга обманула, она оказалась в Великобритании в сексуальном рабстве, там тоже все очень так запутано. Но вы с этими людьми тоже работаете? Они, например, возвращаются и как-то дают о себе знать? Марта была та организация, которая выступила за то, что у нас государство обязано спонсировать помощь и социальную реабилитацию пострадавших. Говоря о торговле людьми, там есть разные формы, то есть одна из них сексуальная эксплуатация, другая трудовая эксплуатация, также есть трансплантация органов, но о таких случаях в Латвии у нас я не слышала. И мы работаем с пострадавшими, работали уже и вначале анонимно и без государственной поддержки, сейчас мы одна из официальных организаций, которая в госпрограмме предоставляет такую помощь. Жертв у нас в среднем около девяти в год, которые проходят по этой программе и которые согласны передать свои личные данные государству, то есть не все хотят сообщать о том, что они пострадали. Если вдруг кто-то из слушателей узнает себя в этой истории, то вы смело можете писать на центросетмарта.лв, рассказать свою историю, и мы можем помочь психологам, юристам, если захотите обратиться в полицию, это в том числе, либо запросить компенсацию, если есть криминальный процесс, плюс разные вещи в первой необходимости. Я хочу уточнить, это касается случаев, если, например, девушка, женщина живет где-то в Европе, например, вот она оказалась в такой ситуации, что она хотела бы прервать свою деятельность, вернуться в Латвию, она может рассчитывать на помощь в этом случае? Ну, там есть определенные критерии, по которым мы оцениваем, но в любом случае лучше спросить и узнать конкретно про этот случай. И плюс, что касается торговли людьми, она не происходит только через границу, она происходит у нас в Латвии в том числе. Например, когда из сельских городов перевозят людей в большие города, в том числе в Ригу, то есть есть понятие наружной и внутренней торговли людьми. А вот совсем недавно правительство, Кабинет министров обсуждало проблему Стамбульской конвенции, которая звучит уже несколько лет, я так понимаю, что Марта, кстати, тоже принимала участие, была представлена главой Иллуна и Латция. С ней, конечно, тоже непонятно, это Стамбульская конвенция, она в Латвии принята, она направлена на борьбу против собственного насилия. Она принята, но не ратифицирована, ее тормозят консервативные политические силы, которые определяющими у нас во многих вопросах являются, объединения в частности. Каков ваш взгляд на это все? И я так понял, вот после этого встречи в правительстве, что в ближайшее время, ну просто сигнал такой был дан, что она не будет принята там, пока нету консенсуса, что называется. Я не юрист, я в тонкостях не смогу сказать, но Стамбульская конвенция была бы как еще один инструмент для того, чтобы мы улучшили наши законы нынешние в сфере насилия. Просто вот, да, те, кто ей противостоят, они говорят о том, что в принципе у нас, по-моему, 80% называется, уже законодательство этой конвенции уже введено, то есть там нет смысла. А смущает, ну там очень много, видимо, каких-то причин. Но если цитировать, например, депутата нациообъединения и главу комиссии по международным делам Рихарда Коллса, он говорит о том, что, он просто об этом рассказывал, он сказал, эта конвенция гласит, что, например, если в Латвии русский бьет латышку, то это получается насилие. А если наоборот латыш бьет русскую, то это получается насилие с отягчающими обстоятельствами, потому что вот там уже включается якобы, я не берусь там подтверждать его слова, что это уже вот другая немножко история, более тяжелая. Вот это смущает, например, насобъединение. Ну, конкретно по этому комментарию не может в конвенции быть что-то, что позволяет дискриминацию. Так что мне кажется, что это просто вольная интерпретация конкретного человека. Ну, в целом, вот у нас получается просто, что, если брать так в целом, у нас все такие идеи более-менее прогрессивные, ну, можно отнести Стамбульскую конвенцию, там, либеральные назвать, они, в общем-то, тормозятся и встречаются с таким консервативным блоком. Вам так не кажется просто? У нас все-таки в этом смысле более консервативный такой взгляд превалирует. Нам не только кажется, нам это очень чувствуется, я бы сказала. Одно из объяснений может быть, что у нас просто количество депутатов мужчин больше, чем количество депутатов женщин. Они смотрят на эту ситуацию с другой стороны. Думаете, поэтому? Не только, но, возможно, в том числе. Или это консервативный просто такой взгляд на семью, где, ну, какие-то такие патриархальные вообще устоисти? Патриархальные и конкретные вот гендерные роли, что должен делать в семье мужчина, что должен делать женщина, что женщина должна слушаться и желательно вообще не иметь своего мнения и его не высказывать. Киндер Керхер, да? Как вы, немцы говорили, дети, церковь и кухня. А скажите, ну, с другой стороны, вот если мы говорим о том, что, ну, гендерной нейтральности, мужчина, пострадавший от насилия в семье, ну, вот тоже может быть такое, что он просто, может быть, физически сильнее, но он не хотел бы отвечать, но вот он получает какие-то, ну, физическую просто агрессию. Может ли он обратиться в центр маркетинга? Да, госпрограмма не разделяет людей на мужчин и женщин. Могут обратиться все, кто считают себя пострадавшими, и тогда уже наш социальный работник, с кем происходит первая встреча, либо социальный работник соцслужбы местного муниципалитета, оценивает ситуацию, и если человек соответствует, то тогда... Ну, обращаются мужчины? У нас было три в прошлом году. Ну, если мы сравниваем, то всего клиентов где-то около 350, ну, вот три мужчины. За 20 лет? Нет, за год. А, не за год. За прошлый год конкретно я говорю. Ну, это 350 уже. Что касается мужчин, кстати, ну, по статистике, в принципе, мужчины страдают от насилия чаще, но это насилие в публичных местах и чаще от мужчины. И даже физическое, то есть это какие-то нападения, какие-то драки. И поэтому, опять-таки, я призываю мужчин, нет ничего зазорного в том, чтобы обратиться за помощью. Все пострадавшие независимо от пола, у всех есть, остается последствия на психологическом плане в том числе, и мы вас ждем к нам в том числе. А вот проблема еще проституции тоже обсуждалась, кстати, в правительстве, ее там хотят как-то то ограничить, то контролировать, то легализовать, там не совсем можно разобраться. И вот предложен сейчас очередной ряд законопроектов Министерства внутренних дел. Опять же, как я понимаю, Марта достаточно критически их оценила и прокомментировала. Что вы думаете? Наш взгляд на проституцию, что люди в проституции – жертвы, а не республики. Мы стараемся не употреблять оказание услуг, мы стараемся формулировать это как сексуальная эксплуатация. Наше мнение основано на том, во-первых, на нашей практике с консультацией женщин в проституции, что добровольного занятия проституцией нет, что там всегда под низом какие-то случаи, какая-то уязвимость, кризисная ситуация, почему человек решил выбрать такое. И мы считаем, что ответственность за проституцию, за куплю, покупание этих, как вы сказали, услуг лежит на клиенте. Соответственно, мы против того, чтобы каким-то образом наказывали финансово тех, кто занимается проституцией, и за то, чтобы все-таки ответственность была на том, кто может правда выбирать, делать это или не делать, и это клиент. В данный момент нас не поддерживают, не поддерживают наши депутаты. В чем конкретно у вас расходится мнение? Мы считаем, что если и надо кого-то за это наказывать, то это клиент. А политики считают, что надо наказывать самих? На данный момент те, кто занимается проституцией, если они не выполняют определенный регламент, установленный законом, то достаточно серьезные штрафы. Скажите, можно ли считать моральным вообще признание государством легализации этого явления? То есть не является ли это вообще какой-то ржавчиной, которая разъедает мораль вообще? Ни в коем случае. Легализация – это вообще одно из худших, что может быть. И это уже подтвердила и Голландия, и Германия, что якобы государство легализует с мыслью, что там могут и на бирже предложить, и пенсию платить, и так далее, но по факту теневые бордели и вся эта теневая проституция начинает очень активно развиваться. У нас большое количество жертв сексуальной эксплуатации именно из Германии, либо это были ситуации, когда человек поехал, например, на заработки присматривать за пожилым человеком, а по факту, приехав туда, оказывается, что нужно оказывать сексуальные услуги. То есть вы считаете, что легализация – это нехорошо? Ни в коем случае. Просто я так понимаю, что легализация просто происходит для какого-то контроля. Если не будет легализации, то будет только теневой сектор этой деятельности, потому что, ну, я не знаю, по-моему, очевидно, что искоренить это невозможно. Это просто такая вечная история. И если ее не держать в легальном поле, то она просто будет нелегальным. Разве не так? Проблема в том, что легализация, она не перекрывает эту теневую. Мы можем сейчас это видеть, как зарплаты в конвертах, цветут и пахнут. И здесь по исследованиям те страны, которые приняли, пошли путем легализации, там очень сильно увеличилось количество сексуальных преступлений, преступлений на сексуальной почве, потому что даже с точки зрения общества государства говорят, что это нормально, это можно, и мы вам сами предлагаем этим заниматься и платить налоги. А какой путь, вот, успешный вы считаете? Есть какие-то образцы? Нам нравится подход скандинавских стран. Это когда ответственность на клиенте, и когда запрещено клиентам использовать проституцию. Да, просто запрещено. Да, и если такие случаи раскрываются, и если случаи раскрываются, то тогда, соответственно, наказание. Но здесь ведь тонкая грань, сколько раз говорили о том, что часто, если у мужчины просто появляется, условно говоря, любовница или несколько любовниц, которым он платит деньги, вот в какой момент это может рассматриваться? Ну, тут надо смотреть, есть ли отношения какие-то или просто это денежно-товарный обмен. А если говорить про тенденции, наверное, больше, мы уже несколько лет живём в условиях, например, движения MeToo, которое, ну, Соединённых Штатов и в нашу сторону повеяло, и даже, наверное, можно говорить о какой-то новой волне феминизма. Насколько в Латвии это всё проявляется в 2020 году? В принципе, насколько это актуально и полезно? Ну, в Латвии мы Марта называем себя и считаем себя феминистической организацией. Так, чтобы это было прям какое-то координированное движение, я в данный момент не наблюдаю. То есть у нас есть отдельные личности публичные, которые заявляют о себе как феминистки. У нас есть подкаст юмористический, феминистический от Джемма, который ведёт. У нас есть женские стендапы. И опять-таки, то есть это не координированное действие, а какие-то отдельные люди, которые высказывают такие свои ценности. И из организации только мы. На уровне общественного какого-то настроения это всё, может быть, проявляется или нет? Потому что, ну, как кажется, всё-таки как-то, когда эта вещь становится актуальной, они начинают говорить, думать. Эти идеи во многом захватывают молодых людей. И всё это вот как-то двигается. Насколько я понимаю, что к ценностям феминизма как таковым люди лояльны и поддерживают, но как только это называется словом «феминизм», то сразу включаются какие-то стереотипы. Ой, нет, я не из этих. А какие стереотипы? В чём они заключаются? В основном, что радикальные феминисты – это, например, женщины, которые призывают не брить ноги. Ну, такой из самых простых в народе гуляющих примеров. Они не призывают? Они призывают быть тем и вести себя так, как ты считаешь нужным, и что никто не может тебе сказать, что правильно, а что нет. Хочешь – брей, хочешь – не брей. Ну, у нас, я ещё хотел спросить, у нас вот так парадоксально, я обратил внимание, когда речь заходит тоже о всяких исследованиях и опросах, у нас во многих вот этих, назовём это, либеральных ценностях, хотя это тоже ужасное клише, ставят какие-то оценки Латвии не очень высокие, а что касается гендерного равноправия, зачастую мы видим достаточно хорошие показатели о представленности женщин, например, в политике, в науке, в предпринимательской сфере. Вот как вы можете это объяснить? Я, когда готовилась к эфиру, заглянула, есть такой тоже, кому интересно, можете погуглить, Gender Equality Index. Это такой показатель, общепризнанный. Так вот, по Европе средний был 67 пунктов, у Латвии 59, то есть ниже, чем в среднем по Европе, и самое высокое количество пунктов было у Швеции, это 83. Ну, то есть, если мы смотрим всё-таки этот индекс, Латвия ниже, чем Европа в среднем. Чем средняя. Да. Также, в общем, оценивая ситуацию гендерного равноправия в Латвии, можно сказать, что законы у нас плюс-минус более-менее в порядке, но как это всё проявляется в быту, стереотипы всё-таки ещё существуют. То есть, например, мужчины имеют право брать отпуск по уходу за ребёнком, у них также есть по отцовству две недели, но по факту, например, всё равно с ребёнком сидит женщина в большинстве случаев, и это неоплачиваемый труд, и брать больничное это бьёт по зарплате, это меньше налогов, меньше пенсии, об этом мало кто думает, но по факту это существует. То есть, я бы сказала, что законы более-менее в порядке. Но есть ещё над чем работать. В быту, да. Давайте напоследок на 8 марта вспомним всё-таки. Во-первых, я так понимаю, что Центр Марта проводит мероприятие какое-то 8 марта, да? Шествие, кажется? Шествие солидарности женщин. В 11 часов напротив Генеральной прокуратуры на Эспланаде мы собираемся, если кто-то хочет какие-то плакаты, то вчера, правда, был воркшоп по созданию этих плакатов, но, в принципе, можно и без приходить. Идея в том, чтобы за поддержку женщин должны вступаться всё население Латвии, независимо от пола. И также в том, что не надо молчать о насилии. Если нужна помощь, нужно за этой помощью обращаться. И если кому-то нужно оказать помощь, то нужно тоже подсказать, где эту помощь можно получить. Ну что, спасибо большое. Спасибо большое. Глава дела Центра Марта Ирина Мазурика была у нас сегодня в гостях.